Как выглядит холодильная камера, где подготавливают тела умерших? Смотрите эксклюзивный репортаж Сильных Новостей. Что там сейчас с многострадальным домом в Урицком, у которого обрушилась стена? И можно ли пить за рулем квас или есть конфеты с алкоголем? В Гродно провели любопытный эксперимент. 16 апреля на календаре в студии Сильных Новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Как выглядит холодильная камера, где подготавливают тела умерших? Эксклюзивный репортаж Сильных Новостей. Некоторое время назад в Гомеле открылся похоронный дом. Это место, где гомельчане могут проститься со своими близкими и родными вне стен квартиры или церкви. Это место должно вывести ритуальную культуру в Гомеле на качественно новый уровень. Вслед за похоронным домом городская ритуальная служба Ритуалбай открыла еще и холодильную камеру, где в специальных условиях подготавливают тело умершего к похоронам. Смотрите интервью с директором Ириной Петровой и не забудьте поставить лайк видео. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. А что там сейчас с многострадальным домом в Урицком, у которого обрушилась стена? Сильные новости пообщались с местными жителями, они, мягко говоря, встревожены. Напомним, дом номер 12 по улице мира в Урицком в начале апреля изрядно потрепала непогода. В результате разгула стихий у многоэтажки обрушилась одна стена. Местные власти тогда заверили, стену утеплят заново, но для этого нужна разработка проектно-сметной документации и, как следствие, время. С тех событий прошло две недели. Вторую уцелевшую стену обнесли забором, а местные жители, мягко говоря, обеспокоены и опасаются, что рухнет и еще что-нибудь. Особенно на фоне того, что на днях на Гомеле вновь обрушился сильный ветер. Создали чат дома, когда был сильный ветер. Все переживали, что рухнет еще что-нибудь, написала наша подписчица. У меня скоро вторая стена рухнет. Хорошо, что хоть забором обнесли. Если окно разобьют, то меньше шансов на кражу. Пока домой приеду. На второй стене, что в воздухе висит, каждые 2-3 дня новые трещины, написали в том самом домовом чате. Еще, по словам нашей читательницы, во дворе есть и другая напасть, а именно плохое освещение. Во дворе света нет. Темно и ничего не видно. Звонили в 115 и ходили в сельский совет. Но никто ничего не делает. Заявка висит до сих пор. Посетовала наша подписчица. Остается выразить надежду, что дому номер 12 по улице Мира непогода больше не навредит. А во дворе будет светло. Ну и верим, что все работы будут сделаны. А в Гомеле стартует гастрофест, посвященный кухням разных стран мира. Есть и наборы весом более 2 кило. Гастрофест пройдет с 18 апреля по 5 мая. Цена наборов в ресторанах города одинаковая – 38 рублей. И самый увесистый набор в хинкальне. Грузинские закуски, хинкали, шашлык, хачапури и суп – все это весит более 2 кило. Кстати, некоторые наборы можно заказать с доставкой на дом. А в Гомеле для пернатых построили новый жилищный комплекс. Как пишет Белка, у дома номер 4 по улице Жукова долгое время висело 16 огромных скворечников. Со временем птичьи дома пришли в негодность, а местные жители решили обновить жилой комплекс. За дело взялись главы семей Широгородских и Зинько. Два новых просторных дома для пернатых они сдали в эксплуатацию 8 марта. Хороший пример оказался заразительным. В течение месяца к акции горожан подключились ребята из школы номер 17 имени Франсиско де Миранды и Аграрно-технического колледжа. Они смастерили для птиц еще 6 домиков. Чтобы развесить птичьи гнезда был необходим подъемник. Агрегат нашелся у Гомельского комбината противопожарных работ. Дело в том, что идеальная высота для скворечников – уровень третьего-четвертого этажа. Работы закончены, а птахи уже начали обживать новые квадратные метры. В Беларуси детская и мужская одежда известного бренда попала в черный список госстандарта. Продажи запрещены с 18 апреля. Речь идет о нескольких видах детской и мужской одежды, а также портфелях вайкики. Что же с этой одеждой не так? Например, в некоторых детских рубашках не соответствовали норме показатели гигроскопичности – это способность поглощать водяные пары из воздуха, а также воздухопроницаемости. В мужской куртке также были вопросы к воздухонепроницаемости подкладки. В одежде для новорожденных соединительные швы на изнаночной стороне, а должны быть на лицевой. На портфелях фактически отсутствовали детали и фурнитура со светоотражающими элементами. Ну и в завершении. Можно ли пить квас за рулем? Ну или безалкогольное пиво. Милиция Гродно провела эксперимент с алкотестером. Участники проверяли, можно ли сесть за руль после употребления валерьянки, кефира, кваса, безалкогольного пива, кофе, сладостей с ликером. В большинстве случаев алкотестер показывал 2 промилле после того, как что-то было съедено или выпито. Такой результат получен у конфет с алкоголем и валерьяны. Самые высокие показатели – 2,5 промилле – показали известные конфеты-бутылки. Но уже через 10 минут опьяняющий эффект сошел на нет. Неожиданный результат показал темный квас. Если вам вдруг захочется утолить жажду квасом за рулем, то знайте, сразу после употребления алкотестер покажет 0,27 промилле. Однако через 10 минут все испарится. А вот безалкогольное пиво действительно безобидно. Его можно выпить и сразу сесть за руль. Это же самое касается и кефира. Подводя итоги эксперимента, советуем любителям ликерных конфет и кваса отложить поездку на 10 минут. Иначе будет обидно попасться. Согласитесь. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.